7 августа со сцены московского клуба «Современник» прошла онлайн-трансляция 10-го юбилейного межрегионального фестиваля славянского искусства «Русское поле», главной темой которого в этом году стала знаменательная дата – 800-летие со дня рождения великого князя Александра Невского. Наш фестиваль в этом году уже второй год проходит в формате онлайн. В прошлом году мы даже сами не ожидали, его посмотрело более трех миллионов человек. Надеемся, что в этом году интерес к нашему фестивалю еще более возрастет. В праздники традиционно приняли участие лучшие вокальные, хореографические, инструментальные коллективы из всех уголков России и некоторых стран зарубежья. В ходе мероприятия были объявлены победители конкурсных номинаций. Мы сегодня будем вручать, конечно же, призы победителям во всех номинациях, которые мы объявили. Кроме того, мы объявим победителя конкурса «Каша» на лучшую кашу. Вы знаете, что 40 рецептов нам прислали, мы отобрали 10 победителей. Ну и, конечно, среди 10 победителей будет самый главный победитель сегодня объявлен. Лауреаты порадовали зрителей своими выступлениями и презентациями в прямом эфире. Долгожданным событием фестиваля стала демонстрация самого большого панно из папье-маше, расписанного легендарными мастерами-художниками Фидоскинской фабрики миниатюрной живописи. Кроме того, зрителям был представлен рекордно длинный рушник, изготовленный Костромской льняной мануфактурой. Были вопросы сегодня, почему, зачем такой большой рушник, а именно нужно подчеркнуть, что мы можем делать большое, в том числе даже в таких условиях. Ну а в музее он будет, люди придут, увидят, покрутим, посмотрим. Завершился праздник ярким концертом с участием знаменитого ансамбля имени Александрова, театра танца «Гжель», хора Сретенского монастыря, звезд эстрады Ксаны Сергеенко, Ольги Кормухиной, Пелагеи и многих других. Субтитры создавал DimaTorzok